Вот кто бы мог подумать, мы сегодня как раз записывали видео про то, кто такие хуситы, что это за движение Ансар-Алла и что они вообще хотят. И тут вдруг, вне плана, что называется, события начали развиваться совершенно драматическим образом. Израиль нанес ответный удар в ответ на атаку беспилотника йеменских хуситов, которая была в Тель-Авиве. Израиль нанес ответный удар по порту Ходейда. Это порт, который контролируют хуситы. На Красном море прошла такая очень мощная бомбардировка. И вот сейчас я вам расскажу подробности этого налета. Началось-то все, знаете как? Стали появляться в сети сообщения о том, что необычная появилась активность ВВС на юге, в районе Эйлата. Люди, которые там находятся, сняли даже целую кучу видео о том, как в небе пролетают самолеты. В больших количествах, на большой высоте. Трудно было различить их типы, имеется в виду боевых самолетов. Но там были замечены заправщики KC-130, которые летели вместе с этими самолетами. Точнее говоря, заправщики были замечены даже чуть раньше. Какие-то рыбаки в Красном море сняли, в частности, видео и фото, как в небе высоко летят эти огромные самолеты. Такие летающие танкеры. С этими самолетами, кстати, отдельная история, которая, в общем, развивалась в отношениях с Соединенными Штатами. Американцы долгое время не хотели нам их давать, потому что боялись, что мы с их помощью нанесем удар по Ирану. Обама тогда всячески тормозил передачу этих самолетов. Потом уже, если я не ошибаюсь, при Трампе их все-таки передали. И вот, собственно, ими, в конце концов, воспользовались. Ну и вот в районе 6 вечера начали появляться сообщения о том, что некие самолеты, некие ВВС наносят удары по порту Ходейда. Это, еще раз повторяю, порт на Красном море. Единственный еминский порт на Красном море, который контролируют хуситы. И вот по этому порту начало вдруг прилетать. Причем очень сильно и мощно. Были разбомблены нефтехранилища в порту. Ну вот, собственно, фотография, которую вы сейчас видите на мониторе. Это вот горят нефтехранилища в Ходейде. Были разбомблены танкеры, которые стояли в этом порту. Разбомблены склады боеприпасов. Удары были также нанесены по электростанциям, которые в Ходейде расположены. Сообщают о большом количестве убитых и раненых. Кто там убит и ранен, мы пока не знаем. Но, в общем, они там есть, учитывая мощность и плотность ударов. Судя по всему, события развивались так. Самолеты взлетели с какой-нибудь авиабазы Рамон, я так полагаю. Или с базы Неватин, той самой, которую когда-то обстреливали иранцы. И взяли курс на Йемен. Где-то посередине пути над Красным морем они дозаправились от вот этих летающих танкеров КС-130. После чего приступили к бомбардировкам. Во всяком случае, на момент, когда я пишу это видео, пишут о том, что есть сообщение о том, что самолеты все еще в воздушном пространстве Йемена. Крутая Йеменское ПВО, конечно, ничего там не заметила, никого там и даже не пыталась обстреливать. Несмотря на то, что хуситы там регулярно сбивают какие-то американские беспилотники. Но одно дело беспилотник, а другое дело F-35, которые, судя по всему, использовались для этого налета. Самолет летит на высоте километров 10, оттуда разгружается. Цели там заранее разведаны. В общем, короче говоря, у хуситов в смысле защититься ничего не получилось. Таким образом, Израиль привел в действие свою угрозу. Угроза заключалась в том, что после прилета беспилотника по Тель-Авиву было сказано о том, что ответный удар обязательно будет нанесен, что это не останется без ответа. Поскольку раньше подобные угрозы произносились очень много и очень часто, они как бы девальвировались, и поэтому никто ее всерьез не воспринял, а совершенно зря. Этому предшествовало заседание, такое внезапное заседание Кабинета Министров. Это было примерно в полтретьего, в субботу. Напоминаю, да, это такое очень необычное явление. И приглашали туда министров от имени главы Совета по национальной безопасности ЦАХи Аннегби. И было категорическое требование не допустить утечек. У нас проблема с этим большая, я вам уже об этом рассказывал, что у нас постоянные утечки там со всяких секретных заседаний. Но тут вот было строго-настрого приказано министрам держать язык за зубами. И заседание длилось там порядка четырех часов. И изначально рассматривались разные варианты. Какой-то точечный удар, разбомбить какой-то один объект, просто вот обозначить намерение. Ну, вроде того, что было в ответ на иранскую атаку. Снесли радар в Исфахане и все. Но здесь министры настояли, премьер-министр в частности, настаивали именно на масштабной и значительной атаке. На том, чтобы сделать хуситам очень сильно больно, для того, чтобы отбить у них охоту. Охота это, конечно, не отобьет. Но Израиль, как минимум, показывает, что он в состоянии проводить такие операции за многие сотни, если не тысячи километров от своей территории. От Йемена до, соответственно, Израиля. Там порядка полутора тысяч километров. И вот эта атака была проведена. И было принято решение атаковать именно нефтяную инфраструктуру хуситов. Потому что доходы, которые они получают, завязаны на нефть. Это, возможно, служит своего рода предупреждением Ирану, что по его нефтяной инфраструктуре тоже может быть нанесен такой удар. Это, во-первых, всегда очень эффективно и очень эффектно. Смотрим вот на эту фотографию. Выглядит это все пугающе. Как кто-то написал в комментариях под этой фотографией Дракарис. Это вот отсылка к сериалу «Игра престолов». И, в общем, такой получается довольно сильный психологический эффект. Пишут, что участвовала одна эскадрилья в этой атаке. Это мы точно не знаем. Как правило, такие атаки не проводятся силами одной эскадрильи. Обычно есть атакующая группа. Те, кто наносит удар, вот как-то по опыту атак ВВС Лихтенштейна в Сирии. И прикрывающая группа, которая держится выше в другом эшелоне для того, чтобы в случае чего, если пойдет атака с земли ПВО, либо появятся самолеты противника, можно было бы их как бы атаковать и перехватить. Но атак с земли не было. Судя по всему, еминские ПВО, вот эти, как я уже сказал, радары просто ничего не увидели. А ВВС у хуситов нет. У них есть какие-то вертолеты, есть даже самолеты. Но это все, конечно, ни о чем. И понятное дело, что это никак не могло помешать действиям израильских ВВС. И пресс-служба израильской армии опубликовала свой пресс-релиз, в котором говорится буквально следующее. То есть Израиль официально взял на себя ответственность за эту атаку. Говорится следующее. В ответ на сотни атак на Израиль за последние месяцы, атак, я напоминаю, было больше двухсот. Со стороны хуситов только. В основном они все приходились по Элату, все были перехвачены, кроме одной ракеты. Но, тем не менее, их было две сотни. Самолеты армии обороны Израиля нанесли удары по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Хадейда в Йемене. Нет изменений в указаниях командования тылом. Подробности будут, ну, как бы разные там подробности будут позже. Так что вот так примерно это выглядит. Израиль решил больше не разбрасываться угрозами вот такими вот пустыми, а привести их в исполнение. Это будет и предупреждением Ирана. Вот смотрите, что будет с вашей нефтяной инфраструктурой, а может быть и с ядерной инфраструктурой тоже. И вот что будет, собственно, вообще со всеми по периметру, кто поднимет на нас руку. Вот такой вот теперь у нас подход. Ну, будем надеяться, что так оно и останется. Американцы говорят, что они вообще никак в этой атаке не участвовали. Они вообще к этому не имеют никакого отношения. Хотя изначально писали, что самолеты израильские дозаправлялись от заправщиков западной коалиции. Ну, то есть это американские заправщики центрального командования. Но, судя по всему, это все не имеет как бы никакого, как сказать, никакого подтверждения. То есть Израиль обошелся своими силами. Кроме этого, произошла такая довольно интересная вещь. Накануне генерал Курилла, это командующий центральным командованием США, он отвечает за Ближний Восток, написал письмо Вашингтон, в котором он сказал следующее, что, ребят, так воевать невозможно. Что то, что мы делаем по восстановлению судоходства в Красном море, это полная абсолютная херня. Мы только обороняемся. Тогда как нужно наступать. У нас достаточно сил, у нас есть возможности. Но вы, писал он в адрес чиновников из Белого дома, не даете нам вообще нормально воевать. Разрешают атаковать только изготовившиеся к стрельбе ракетные установки или установки по запуску беспилотников. Но наносить удары по каким-то другим объектам невозможно. Сам Йемен это полмиллиона квадратных километров. Пустыни, горы, как там вообще можно найти эти ракетные установки? Одну находят, десять не находят. И Курила настаивал на том, что нужно что-то сделать. Возможно, вот по согласованию с американцами решили провести такой масштабный удар, чтобы показать хуситам, что с ними будет, если в этом еще примут участие Соединенные Штаты, там британцы и так далее и тому подобное. Теперь вопрос еще, конечно, в том, как это все повлияет на кипучую деятельность хуситов, их пиратскую, да, по обстрелам кораблей в Красном море. Я, кстати, напоминаю, что Россия собирается передать им противокорабельные ракеты. Не сказать, что российские противокорабельные ракеты это прям какое-то супер чудо оружие, но для того, чтобы долбануть танкер, который ползет там в море, да, в нескольких десятках километров от берега, этого вполне достаточно. Но, опять же, я так понимаю, россияне пока шантажируют американцев, не разрешайте украинцам бить по нашей территории своим оружием или мы передадим там хуситам ракеты и так далее. Так вот вопрос, как удар Израиля повлияет на их деятельность. Либо они ее усилят, тогда придется урок повторять, курс лечения повторять, раз пациент не выздоравливает, раз они не усвоили этот урок. Либо они сейчас действительно подожмут хвост и чуть-чуть затихнут. Так что вот посмотрим, опять же, какие будут последствия у этого удара. Но, Йемен страна очень бедная. Инфраструктура у них и так там, прямо скажем, не ахти, а если ее регулярно разрушать, то Ирану, как и главному спонсору хуситскому, придется на это дело тратить много денег. Потому что иначе, как бы, у них там вообще все колом встанет и они вообще не смогут ничего делать. И это тоже, в общем, Иран может отвлечь от его вот этой вот прокси войны, от его деятельности по накачиванию хуситов оружием. Будет, кстати, очень любопытно, если сейчас какой-нибудь дебильный Евросоюз предложит за свой счет восстановить электростанцию в том же Хадеде и так далее. Вот я не удивлюсь, если это произойдет. Так что поглядим вообще, как эта вся история будет развиваться. Посмотрим, какой будет реакция хуситов. Но я уверен, что они что-нибудь запустят по нам этой ночью. Я прям совершенно в этом убежден. А может быть, это произойдет там завтра, не имеет значения. И посмотрим, как на это дело отреагирует Иран. А, кстати, заодно посмотрим, как на это дело отреагирует Организация Объединенных Наций. Ну, про Организацию Объединенных Наций завтра поговорим в очередной сводке. Спасибо, что смотрите мои видео. Еще раз вас призываю, пожалуйста, их поддерживайте. И увидимся с вами в самое ближайшее время. Всем пока.